Приветствую вас. Смотрите, первое, что я вижу, это необходимость полного принятия себя, своих инвалидностей, своих ограничений, отказ от стереотипов, от стереотипического умышления, отказ от оценок, отказ от сравнивания себя с другими людьми и большую ориентировку на свои чувства, на свои ценности, на свои желания и на то, как я могу это все реализовать без оценок. Очень важно, чтобы вы приняли свой внутренний мир, потому что именно по этой причине вы не хотите жить. И сейчас вы ребенку своему демонстрируете и транслируете идею о том, что жить это плохо, и ребенок впоследствии может испытывать с этим проблемы. Поэтому очень важно не ребенку отдавать любовь, а давая любовь себе, в том числе демонстрируя ребенку, как это может быть. Дальше, значит, следующим пунктом, это третьим пунктом, идет налаживание отношений с родителями. Вот. Сейчас у вас нет ресурса, но в процессе психотерапии он обязательно появится. Вот. Выставление границ адекватных между вами и ими. Так, чтобы все было в порядке. Вот. Ну, конечно, работа над самооценкой и уверенностью в себе, это безусловно. У вас также четко прослеживаются комплексы, потому что, ну, извините, вы говорите, я хочу работать как все, хочу зажить как человек, это комплексы, это комплексы, это вот как раз идея о том, что со мной что-то не так. Вот. И, как бы, если вы инвалид, то, в принципе, понятно, почему вы так считаете, но ограничения ваши, они объективны, и относиться к ним нужно также объективно, как, например, относиться к тому, что ни один человек не может допрыгнуть до девятого этажа. Вот. Именно до девятого этажа ни один человек допрыгнуть не может, и, соответственно, ну, не будете же вы называть таких людей инвалидами. Правильно? Правильно. Вот. Так что здесь очень важно, вот, как-то все-таки ориентироваться больше на себя. Вот. Повысить свой интеллектуальный, эээ, эмоциональный интеллект, который у вас сейчас находится на достаточно низком уровне, к сожалению. Вот. И, что хочу сказать, это то, что, во-первых, родители ваши могут относиться к вам негативно, могут относиться к вам пренебрежительно, но ненавидеть это очень маловероятно, потому что ненавидеть, ненавидеть чувства достаточно сильно, и немногие способны воспитывать, поэтому тут вы преувеличиваете. Второе, это то, что уход от родителей ничего не решит, потому что ваши проблемы, они у вас в голове. Вот. И третье, это то, что если у вас с ребенком начали были отношения с мужчиной, которые завершились, соответственно, нужно проанализировать их, проанализировать то, что вы делали не так, чтобы не повторялось это в будущем, с одной стороны, с другой стороны, необходимо защитить свои права и начать выискивать алименты с мужчиной за ребенка. Вот. А третье, третье, это то, что ребенку вы транслируете в частности о том, что я не хочу жить, и у ребенка могут быть проблемы с этим в будущем, извините, не помню, говорили я это или нет. Это очень важно. И, значит, да, сравнивание. Вот то, что вы говорите, что я не могу работать, как все, вы не должны работать, как все, а важно реализовывать ваши ценности и реализовывать то, что вам интересно, как это, на столь важно. Вот. То есть, вы сейчас выглядите, знаете, как такая жертва, жертва обстоятельств. Вот. Но жертвенная позиция, она ни к чему хорошему не приводит, поэтому нужно брать и что-то делать. Вот. Подробнее про позицию жертв вы можете почитать в интернете, изучив треугольник Карпмана, например. Вот. Будет понятнее. А в целом, такая вот история. Мой запрос, это запрос для психотерапии и психотерапии не единоразуми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.